Рак эндометрии При этом в мире наблюдается тенденция по увеличению средней продолжительности жизни, наблюдается тенденция по увеличению количества пациентов людей пожилого возраста старше 60 лет. И по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2050 году практически в три раза возрастет количество людей старше 60 лет. И каждый пятый житель на планете Земля будет старше 60 лет, что соответственно повлечет за собой увеличение количества пациентов данных возрастных групп по всем направлениям. При этом стоит не забывать, что пожилых онкологических пациентов это всегда достаточно сложное лечение, где помимо онкологического заболевания стоит не забывать о сопутствующей патологии, а также о гериатрическом статусе данных пациентов. И даже есть такой интересный термин, который называется айджизм, это создание стереотипов и дискриминация отдельных людей или групп людей по возрастному принципу, который достаточно ярко проявляется в здравоохранении во всем мире, когда есть нехватка подготовленного персонала к работе с пожилыми и старческими пациентами, физические факторы, социальные и отсутствие специализированного обслуживания пациентов старческого возраста. Если брать конкретно онкологию, то айджизм в онкологии проявляется в том, что большинство клинических исследований и вообще исследований в онкологии, они экстраполированы на здоровых пациентов, в том числе и пожилых, но тем не менее без каких-то выраженных сопутствующих гериатрических проблем. Поэтому очень сложно всегда интерпретировать данные исследования на данную группу пациентов, потому что специально для них не проводятся каких-то исследований. При этом стоит всегда помнить о рисках развития осложнений от различных методов онкологического лечения у пациентов пожилого возраста в связи с тем, что у них снижается резерв костного мозга, снижаются функции почек, присутствуют гериатрические синдромы. У этих пациентов резко повышаются риски развития как интро- так и послеоперационных осложнений, увеличивается время нахождения в стационаре. И также, если им требуется сопроводительная терапия, либо дювантная терапия, у них сокращается количество и дозировка лучевой терапии, и более ярко проявляется токсическое действие химиопрепаратов, что может вести себя к редукции доз. При этом разработано достаточно много оценок статуса пациента, в том числе и в гериатрии. Их больше 30 сейчас современных, и достаточно сложно в них всегда ориентироваться. Но в 2012 году было создано Всемирное общество гериатрической онкологии, которое установили возраст пациентов старше 70 лет и поставили для себя цели по оптимизации и разработке методов лечения скрининга пожилых пациентов. Что в свою очередь привело к созданию клинических рекомендаций сначала на базе Европейского общества медицинской онкологии, в дальнейшем Американского общества онкологии. И в 2020 году вышли рекомендации НССН по лечению возрастных пациентов пожилого возраста. В России есть великолепное издание, руководство для врачей по онкогеронтологии, выпущенное также в стенах института онкологии Петрова, где также для практического здравоохранения достаточно важные аспекты этой непростой проблемы озвучены. При этом, если брать распространенность онкологических заболеваний у пациентов старше 60 лет женского возраста, в Российской Федерации рак эндометрия занимает одно из лидирующих мест и расположен на четвертом месте в структуре общей заболеваемости женщин. При этом стоит не забывать, что возраст является фактором риска в основном за счет коморбидности. И, как говорила уже Елена Санна, более чем у 95% старше 70 лет имеется одно или несколько хронических заболеваний, которые могут влиять на течение друг друга. При этом сам возраст является также фактором риска развития рака эндометрия. Во-первых, за счет увеличения числа развития более неблагоприятной гистологических форм, выявления болезни на более высоких стадиях, а также зачастую ограничение радикального лечения, причем на любом этапе – хирургическом, лучевой терапии, либо химиотерапии. При этом многие исследователи отмечают, что у пациентов старших возрастных групп наблюдается тенденция по снижению индекса массы тела в среднем, что способствует, как уже сегодня неоднократно заявлялось, о развитии рака эндометрия по второму патогенетическому варианту. И начинает преобладать, увеличиваться процентное соотношение числа более неблагоприятных форм, таких как серозные формы, которые могут достигать до 20-30%, а также низкодифференцированные формы. В достаточно крупных исследованиях выявлено, что число, например, развития серозного рака эндометрия, средний возраст развития серозного рака эндометрия составляет около 66 лет, в то время как риск развития эндометриоидной карциномы все-таки ближе к 60 годам, и чем старше возраст, тем чаще выявляются подобные формы. Также в достаточно крупном исследовании когортном американском, в котором включено более 25 тысяч пациентов пожилого и старческого возраста больных раком эндометрия, отмечается также число развития более неблагоприятных форм, это низкодифференцированных карцином, которые составляют старше 80 лет порядка 30% от общего числа выявленных заболеваний, а также резкий рост стадии заболевания. Если у более молодых пациентов оно выявляется, более чем в 60% случаев выявляется на первой стадии, то у пациентов старше 80 лет всего 40% общих случаев приходится на первую стадию заболевания. При этом одним из ответов на этот вопрос, скорее всего, является новая классификация, это молекулярная классификация рака эндометрия высокого риска, и уже есть исследование по изучению данной молекулярной классификации, сделанное на базе крупного рандомизированного всем известного исследования PORTEC-3, в котором показано, что наиболее агрессивные мутации, такие как дикий тип P53, а также ММР и NCMP, они развиваются все-таки в более старшем возрасте, где-то около 60-65 лет, в то время как более благоприятные мутации характерны для пациентов более молодого возраста. При этом проанализировав структуру пациентов в нашем центре, нами были отобраны 316 пациентов, разделены на две равные группы, нами также получены соответствующие данные, что у нас выявлено гораздо большее число развития неблагоприятных гистологических подтипов, таких как сирозная карцинома эндометрия, больше чем в 15% случаев, а также развитие умеренной и низкодифференцированных карцином, которые составляют более 50% всех случаев, и тем самым резко возрастала средняя стадия заболевания на момент постановки диагноза. Если у пациентов моложе 70 лет, первая стадия составляла 86% от общего числа случаев, то и превалировала при этом начальная рак эндометрия на первой А стадии, то есть у пациентов более старших возрастных групп всего 40% пациентов являлась первая стадия заболевания, и гораздо более высокие стадии выявлялись чаще. При этом возраст является фактором риска, во-первых, за счет увеличения числа неблагоприятных форм, а также ограничения радикального лечения. И, как показывают и российские исследования по анализу канцер-регистра в Санкт-Петербурге, так и американские крупные исследования, у пациентов старших возрастных групп резко снижается риск, резко снижается возможность специализированного лечения. И, например, у пациентов старше 80 лет частота проведенного специализированного лечения полноценного достигает всего лишь 30%, в то время как 60% в среднем имеют противопоказания к тому или иному этапу лечения и получают лечение от онкологического заболевания в неполном объеме. Примерно сходные данные получены также в американских исследованиях. При этом хирургическое лечение пожилых людей всегда представляет трудности для учреждения. Во-первых, за счет увеличения числа осложнений, которые могут протекать нетипично в связи со стертыми жалобами. Могут развиваться также осложнения с учетом возраста, это могут быть послеоперационные делирии, это могут быть какие-то травмы от падений, связанные с маломобильными возможностями пациента, что, в свою очередь, увеличивает койкоя день, требует большего внимания медперсонала, и в итоге все это может привести к повышению количества летальных исходов в стационаре. На одном слайде представлено осложнение смертной зависимости от возраста у пациентов. С раком эндометрия и видно, что крайняя правая колонка темно-коричневого цвета, темно-серого цвета, это пациенты старших возрастных групп, и у них повышены риски развития смерти, а также всевозможных осложнений. При этом перед хирургом всегда встает вопрос, когда он видит пожилого либо старческого пациента больного раком эндометрия в связи с развитием риска развития осложнений, всегда встает вопрос, брать ли вообще этого пациента на операцию, перенесет ли он его, либо отказывать ему в хирургическом лечении, а если брать на операцию, то в каком объеме выполнять операцию, ограничиваться ли обычной гистеректомией, или помня о том, что почти 40% пациентов – это пациенты высокого риска метастазирования, либо уже не на первой стадии заболевания, это выполнение полного объема операции. При этом многие исследования показывают, что риски развития осложнений, таких как кардиологических событий, тромбоэмболии, пневмонии, послеоперационных порезов, они резко повышены у пациентов старших возрастных групп. А также им зачастую, не только в России, а вообще во всем мире, снижают объем хирургического лечения практически в два раза. Если обычно где-то более чем 45% пациентов выполняется лимфодоноктомия при раке эндометрии от общего числа популяции, то в группе старше 70-75 лет данное число во многих центрах достигает не более 20%. При этом всем уже давно известны преимущества мини-инвазивного доступа в хирургическом лечении пациентов раком эндометрия. Это доказано уже не одним рандомизированным исследованием. И данная тенденция прослеживается в том числе, и она даже более ярко выражена у пациентов старших возрастных групп. И многие исследования зарубежные и российские показывают, что лапароскопический доступ позволяет гораздо меньше ограничивать пациентов в полноценном радикальном лечении, а также снижает риски развития послеоперационных осложнений, снижает койко-день, снижает кровопотерю, болевой синдром, и тем самым является более благоприятным для пациентов пожилого и старческого возраста. При этом на данном слайде показано, что гораздо меньше развивается осложнений, чем по сравнению с открытой хирургией. Практически в 3-4 раза снижаются риски развития послеоперационных осложнений, о чем говорила в том числе и доклад Елена Александровна предыдущий, что лапароскопический доступ снижает данные осложнения. Но при этом стоит не забывать, что даже если при успешно выполненной хирургии пациентов пожилой и возрастной группы, это комплексная проблема, их зачастую ограничивает в том числе и в одевантном лечении, что показывает множественные рандомизированные исследования. И в некоторых исследованиях практически 30% больных старше 70 лет были исключены из дальнейшего одевантного лечения по коморбидности, а из оставшихся 2-3 только половина получили рекомендуемую полноценную одевантную терапию. При этом стоит не забывать, что химиотерапия у пациентов пожилого возраста имеет свои особенности, необходим тщательный мониторинг токсичности, комплексная гириатрическая оценка, а также зачастую проводимость достаточно массивной сопроводительной терапии. При проведении химиотерапии всегда стоит об особенностях фармакокинетики у пожилых пациентов, таких как снижение метаболизма печени, снижение экскреции почек, снижение объема распределения крови по организму, что может повышать концентрацию и токсичность многих цитостатических препаратов. И все это, в свою очередь, все эти ограничения в лечении, в одевантном, ведут к достаточно выраженному ухудшению прогноза по общей безрецидивной выживаемости у данных пациентов, что также доказано многочисленными исследованиями, что у пациентов старше 70 лет зачастую гораздо хуже протекает общая безрецидивная выживаемость. Если в заключении, если суммировать данные представленного доклада, хочется сказать, что стоит не забывать, что рак эндометрия у пожилых пациентов это в свою очередь всегда ведет к повышению индекса комробидности, среднему снижению индекса массы тела. В основном это не такое частое число полных пациентов. Но при этом стоит не забывать об увеличении более неблагоприятных форм морфологических, таких как серозный, либо низкодифференцированный рак, что в свою очередь повышает стадию заболевания и снижает прогноз. И при этом этих пациентов зачастую ограничивают в радикальном лечении. Но стоит не забывать, что возраст не является фактором при выборе лечения. Необходимо всегда тщательное обследование и оценка данных пациентов. И если речь вопрос стоит про хирургию, то следует в первую очередь думать о возможностях минимализированного доступа как методе выбора. При этом возраст не является противопоказанием к адъювантной терапии. И хочется сказать, что залог успешного лечения пожилых пациентов онкологического профиля включает всегда, стоит помнить, о междисциплинаном подходе к выбору лечебной тактики индивидуализации лечения данных пациентов, а также стараться максимально привлечь окружение пациента, чтобы они были заинтересованы в лечении. Это зачастую влияет на прогноз течения онкологического заболевания. Спасибо. Продолжение следует...